Усы, лапы, хвост. Ветеринарный врач проводит осмотр кота Голиафа. Хозяева забрали его с улицы и хотят проверить, все ли в порядке с его здоровьем. Хороший, здоровый кот. Идеальный. Однако необходимо проверить и состояние внутренних органов. Поэтому Голиаф отправляется на УЗИ. Переносит процедуру отважно под стать своему ветхозаветному тезке. Следом за Голиафом на ультразвуковое обследование отправляется пес Персик. Эти животные стали первыми пациентами новой государственной ветеринарной клиники в городе Кстово. На автобусе, большей частью транспорт используется автобус. Часа полтора это у нас точно занимало. Пока туда, пока там, пока обратно. Здесь, конечно, будет гораздо более удобное посещение. С 1937 года до этого момента животные могли получить помощь только в одном государственном лечебном учреждении. Госветуправление Кстовского района на улице Ленина. Город разросся и многим стало неудобно добираться на прием. Между тем, кстовские ветеринары принимают около 10 тысяч пушистых пациентов в год. Новая клиника открылась в доме номер 23 в третьем микрорайоне. Это совместная работа с комитетом ветеринарии и администрацией Кстовского района. А здесь нет передержки, еще раз повторюсь, то есть основное, то есть шум, гам, который, естественно, приносит дискомфорт жителям. Я напомню, что у нас с одной стороны здание аптека, стоматология и здесь прием животных. Поэтому, я думаю, дискомфорта для жителей не будет. А вот то, что рядом большой развивающийся микрорайон, говорит о том, что, я думаю, многим жителям будет удобно ходить в данный пункт. В новой ветклинике оказывается всесторонняя лечебная помощь, проводятся консультации, вакцинации, лабораторная диагностика, все виды терапевтических процедур, хирургические операции и УЗИ-диагностика. Для этого в медучреждении есть все необходимое – современное оборудование и высококлассные специалисты. Можно вызвать врача на дом, который приедет с необходимым оборудованием, но, к сожалению, специализированных машин для транспортировки животных у нас пока нет. Между тем, над этим мы очень плотно работаем. Закупается сейчас специальное автотранспортное средство, которое будет оборудовано как выездной ветеринарный кабинет, в котором можно будет и перевезти животное, оказывая ему своевременную помощь. Госветклиники работают во всех районах Нижегородской области с начала этого года. Их сотрудники оказали более 110 тысяч услуг по лечению животных. В следующем году планируется открыть еще одну клинику в поселке Ждановском. Екатерина Васильева, Виталий Кудрявцев. Время новостей.